Это новости на телеканале Губерния 33. В студии Светлана Игошева. Здравствуйте. Говорим о главных событиях дня. В 48 регионах России, в том числе в Владимирской области, спецслужбы задержали 134 нелегальных оружейника. Операции в течение двух месяцев совместно проводили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Все, давайте, начинайте. Багажник открыл. Захват, захват. В подпольных мастерских задержанные восстанавливали боевые свойства оружия, а затем его продавали. Также нелегально изготавливали боеприпасы. Правоохранители изъяли внушительный арсенал, в том числе автоматы, гранатометы, огнеметы, пулеметы, снайперские винтовки. В частности, более 500 стволов и свыше 80 тысяч патронов различного калибра. В 33 регионе кибермошенники используют новую схему обмана. Об этом предупредили во Владимирском отделении Банка России. Злоумышленники предлагают жителям сдать декларацию о доходах. От имени налоговой службы они направляют письма на электронную почту и требуют перейти по ссылке, чтобы предоставить документ. На веб-странице пользователю нужно ввести личные данные и реквизиты банковской карты, якобы для идентификации налогоплательщика. На деле мошенники собирают информацию, чтобы списать деньги со счета, а полученные данные используют для новых попыток обмана. Сотрудники Банка России настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам в подобных письмах. Предупреждают, налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. В Владимирском доме культуры молодежи прошла очередная отправка добровольцев. Проводить бойцов пришли друзья, родственники и юнормейцы, представители областного военкомата и ветераны Вооруженных сил России. Сначала добровольцев ожидает боевая подготовка в учебных частях Минобороны. Затем их распределят по воинским подразделениям, где они будут плечом к плечу с братьями по оружию сражаться за свободу мирного населения. Я сам с Владимирской области, но рожденный на городе Луганске. И Луганск у меня мать, мамка оттуда, с Луганской народной республики. И раз такая случилась беда, ну как же, сам Бог велел нам защищать нашу великую Россию. Луганскую народную республику, Донецкую народную республику. Я думаю, что мы победим. Записаться на службу по контракту можно в пункте отбора или в военном комиссариате по месту жительства, либо через портал Госуслуг. После подачи заявления специалисты помогут определиться с подходящей воинской специальностью. Вы сделали свой созданный выбор по защите нашего государства, Российской Федерации. Все видите телевизор, смотрим, все видите, что творится. Враг коварен, поэтому нам необходимо защищать. Приходится и северить семьи, своих детей, своих близких, родственников. Жители города Судок дожалуются на аварийное состояние квартир. Дом номер два на улице Карла Маркса построен больше ста лет назад. В нем нет даже элементарных удобств. Люди боятся за свою безопасность. Как признать строение аварийным и что собираются делать управляющие компании и местные власти? Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Потому что с этих дверей дует. И мы приходится вот этим пледом закрывать. Очень холодно. Окна и двери жильцы этой квартиры вынуждены завешивать одеялами, чтобы не замерзнуть. На стенах трещины, потолок обваливается, полы покосились. У Марии Кокаревой двое детей. Младшему всего два года. Женщина боится за безопасность малыша. Я боюсь за ребенка, что мало ли что-нибудь на голову ему упадет. Вот из-за этого. Печки там тоже все рушатся из-за печек. Мало ли что-нибудь. Либо сгорим, либо чего. Проводка тоже. Она у нас в стенах. Сейчас спускают же поверху все эти вот ободочки. А у нас она в стенах. Мало ли что-то где-то замкнет. Розетка у нас на кухне тоже в аварийном состоянии. Большая проблема и с коммуникациями. У людей нет элементарных удобств. Горячей воды, канализации, газ только баллонный. Туалет на улице. А чтобы постирать белье, надо пройти настоящий квест. Вот у нас машинка стиральная. Вот мы запускаем белье. Либо детское, либо взрослое, либо постельное. Мы ее запускаем. Вот так вот мы шланг. Она у нас когда сливается, мы приносим ведра с коридора. Эту воду выливаем в ведра и уносим на помойку. Также мы вот моем посуду. В доме номер два по улице Карла Маркса 18 квартир. Четыре из них муниципальные. В том числе и квартира этой семьи. В таких помещениях ремонт должна делать администрация. Жители не раз обращались к местным властям. Но помощи так и не получили. С 2018 года мы все ходим, хлопочем. Да, конечно, бы лучше переехать. Желательно бы лучше. Если они не хотят ремонт делать. А нам вот как здесь жить. В районной администрации уверяют. От своих обязанностей по содержанию муниципальных квартир власти не отказываются. Семье Кокаревых обещали отремонтировать печку и пол. В этом году мы сделаем обследование. Определим причину просадки пола. И уже в планах у нас он стоит на 25-й год. И уже в 25-м году, понимая, какие работы необходимо будет выполнить, мы их выполним. Семья Марии Кокаревой мечтает получить благоустроенное жильё. Люди уверены, их дом должны признать аварийным. Ведь он построен больше ста лет назад. Ещё до революции 1917 года. Но директор управляющей компании рассказала, сначала жильцы должны договориться между собой. Чтобы запустить процедуру признания дома аварийным, необходимо согласие большей части собственников. Инициатором собрания должны быть собственники. Собрание прошло, повестку дня включён этот вопрос. Дальше управляющая компания передаёт этот протокол в администрацию Судогодского района. И там уже принимают решение. Создают комиссию, значит, эта комиссия, экспертизу. Экспертиза этого, значит, должна быть оплачена собственниками. К нам никто не обращался. Пока неизвестно, удастся ли признать дом аварийным. Поэтому семья Кокаревых надеется ускорить сроки ремонта квартиры. Чтобы защитить свои права, жильцы уже обратились в прокуратуру. Татьяна Гордеева и Дмитрий Шаталов. И к другим темам. Валидаторы во Владимирском общественном транспорте работают в тестовом режиме. Их запуск в постоянную эксплуатацию решается на региональном уровне. А 20 новь приобретаемых автобусов уже валидаторами оборудованы. Тем обсудили на брифинге по вопросам работы общественного транспорта. Прежде чем полностью отказаться от бумажных билетов, необходимо наладить систему контроля оплаты и привлечения к ответственности зайцев. В мэрии заверили – работа уже ведётся. А вместе с этим, совместно с разработчиками, отслеживается работа валидаторов на новых автобусах. Выявленные недостатки впоследствии будут устраняться. Валидаторы смотрят, в принципе, и технические решения, и какие у нас есть шишки мы себе набиваем. Для того, чтобы, когда мы придём, надеюсь, к тому моменту, чтобы полностью начать наше транспортное средство снабжать валидаторами, уже все вопросы технические и технологические, скажем так, были решены. В ходе брифинга также стало известно, что по просьбам жителей в ближайшее время городские автобусы начнут посадку и высадку пассажиров на остановке «Поворот» на улицу Егорова. Наши маршруты там не останавливаются. Люди говорят, сделайте нам, пожалуйста, нам удобно идти на Егорово. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, и, я думаю, в ближайшее время мы его решим положительный. Дополнительная будет остановка для муниципальных маршрутов с тем, чтобы людям было удобнее добираться до своих домов, работы и так далее. Число фермерских хозяйств в регионе с 2020 года увеличилось почти в три раза. Об этом стало известно на областной конференции сельхозпроизводителей «Точки роста малого агробизнеса в регионе». Только в прошлом году фермеры произвели продукцию на 2 миллиарда рублей. За последние 7 лет этот показатель вырос почти в два раза. Сегодня в регионе работают более 300 фермеров и 18 сельхозкооперативов. На их поддержку в прошлом году направлено около 230 миллионов рублей. Агростартап – наиболее востребованный грамм среди фермеров. Региональная поддержка сельхозпроизводителей продолжится и в этом году, подчеркнул Александр Ремига. Надо отметить, что губернатор Александр Александрович Авдеев лично уделяет внимание фермерству. Самое важное, что мы видим с точки зрения объемов выпуска продукции у наших фермерских хозяйств, идет рост год от года и, конечно, эти меры стимулирования губернаторские, они этому способствуют. На конференции «Точки роста малого агробизнеса» в регионе также организована выставка сельхозпродукции. Мясо, хлеб, сыры, овощи и фрукты. Производители не только рассказали о своей деятельности, но и дали возможность гостям оценить качество производимых продуктов. Несомненно, цель конференции – это, прежде всего, взаимодействие бизнеса, власти, изучение мер поддержки, обмен опытом, обмен контактами, может быть, какие-то могут появиться идеи у предпринимателей для расширения своего бизнеса, для формирования новых горизонтов рынка. Сегодня состоялось ежегодное заседание Общественной палаты Владимирской области. Подобные собрания проводятся во всех областях страны и на федеральном уровне. Это позволяет регионам заимствовать друг у друга лучшие практики. Одна из главных тем заседания – развитие гражданского общества. Однозначно можно говорить о том, что гражданское общество в нашей стране состоялось, оно выросло, оно стало самостоятельным. У нас очень много общественных объединений самой разной направленности. В Владимирской области работает более 1700 общественных объединений – и спортивные, и ветеранские, и молодежные, и многие-многие другие. Все они вносят очень важный вклад в социально-экономическое развитие Владимирской области. Также члены Общественной палаты Владимирской области обсудили прошедшие в России выборы президента страны и работу штаба общественного наблюдения. Эксперты следили, чтобы избирательный процесс шел в рамках закона. В Владимирской области не было выявлено ни одного злостного правонарушения. Это были небольшие, это не на нарушение, это, скажем, ну, может быть так, не совсем правильное оформление участка, когда мы вмешивались в оформление участка. Или кто-то начинал в сетях размещать свою личную информацию о том, как они голосовали. Нам тоже этого не хотелось, чтобы и люди не попадали на неприятность, поэтому мы за этим смотрели. Выдающихся деятелей культуры и искусства наградили во Владимирской областной филармонии. Среди них руководители и работники театров, представители творческих союзов, а также ветераны. Церемония состоялась по случаю Дня работника культуры. Подробности расскажут мои коллеги. Творческий потенциал Марины Протасовой развивался с ранних лет. Главный режиссер театра «Кукол» вспоминает, как читала стихи со стула и создавала декорации из подручных материалов. Теперь Марина служит в театре 11-й год. Убеждена, признание очень важно для творческого человека. За то, чтобы вовремя говорить людям хорошие слова, за то, чтобы вовремя их хвалить, поощрять, за то, чтобы возбуждать у них интерес к дальнейшей творческой деятельности, чтобы они понимали, что их творчество нужно кому-то, что в этом кто-то очень нуждается. Я за. Марина Протасова признается в любви к русской классике, которая отражается и в репертуаре театра «Кукол». Одно из любимых произведений режиссера – повесть Достоевского «Белая ночь». Почему вы решились подойти ко мне? Почему? Почему? Ну, вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь. Согласитесь сами, что это обязанность. На дне работника культуры Марине Протасовой вручили региональную премию в области театрального искусства. Награда названа именем народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. А лауреатом премии правительства в области литературы, культуры и искусства стала Анна Лузгина. Одна из известных ролей актрисы в моноспектакле «Моя мать. Секретарь ангела смерти». Тихо наблюдала за ним. Красивый мужчина. Чёрные, блестящие волосы, аккуратно зачесанные на бок. Щербинка между двумя передними зубами. Горящий взгляд! В этом году актриса отметила 21 год на сцене. Её первый спектакль – «Алая паруса». Свой дебют Анна вспоминает с трепетом. В «Комсомольской правде», если я не ошибаюсь, было напечатано объявление о наборе курса. И мама сказала, давай попробуем. Мы приехали, попробовали. И всё, с тех пор я здесь. Награды получили все выдающиеся работники сферы культуры Владимирской области. Со сцены прозвучали тёплые слова от представителей власти. Это очень важно, что вы не похожи на других. Очень важно, что вы остаётесь такими, какие вы есть. Именно поэтому и рождаются самые лучшие красивые сюжеты. За минувший год в области прошло более ста крупных культурных мероприятий – регионального и международного уровней. Удалось сохранить традиционные фестивали – музыкальную экспедицию «Золотое кольцо», «Лето Господне» и разработать новые проекты. Также в области продолжается развитие национального проекта «Культура». У нас действительно получается всё. Получается ремонтировать дома культуры и школы искусств, строить новые объекты, оснащать их современным оборудованием. И всё это позволяет создавать такие места притяжения, особенно для молодёжи, что нам сегодня очень важно. Сегодня в культурной отрасли региона трудятся 7 тысяч человек. Ежедневно они украшают жизни не только владимирцев, но и жителей других регионов, сохраняя и приумножая культурное достояние всей страны. Александра Реутова, Марина Елькина и Татьяна Семёнова. Во Владимире прошёл мастер-класс по рисованию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он стал частью проекта «Эпитворчество от Росмолодёжи». Участникам мастер-класса дали все необходимые для самовыражения – акварель, карандаши и фломастеры. Авторы программы хотят, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья помимо планового лечения могли проходить арт-терапию. Запустить проект «Эпитворчество» планируется в учреждениях здравоохранения по всей стране. Для этого в регионах проводят образовательные мастер-классы. В перспективе создание специализированных центров для особенных детей. Наша главная цель, итоговая цель – это открытие собственного федерального центра, в котором полностью будем поддерживать таких детей. Потому что проблем, связанных с ним, их социализацией, их образованием, трудоустройством и в целом адаптацией к жизни – этих проблем очень много. Участниками мастер-класса стали студенты медицинских образовательных учреждений, врачи, а также волонтеры-медики. Эксперты рассказали им о правильном взаимодействии с особенными детьми. Также участники смогли перенять практику арт-терапии для дальнейшего использования в своей работе. А родители узнали, как обычное рисование влияет на развитие и социализацию детей. Лекция, в принципе, меня удовлетворила. У меня у самой ребенок с эпилепсией и с аутистическим спектром. То есть что-то я услышала новое, что-то я уже давно знаю, как в качестве родителя, то есть который уже давным-давно сталкивался с этой проблемой и до сих пор ее ведет. И к новостям спорта. Во Владимире наградили лучших боксеров и тренеров региона. Их успехи отметили на пресс-конференции, посвященной итогам минувшего года. Достижениями спорта поделился председатель правления региональной федерации бокса Михаил Шашков. На всероссийских соревнованиях было завоевано 55 медалей, из них 16 золотых, 9 серебряных, 33 бронзовых. На международных соревнованиях было завоевано 7 медалей, из них 4 золотые, 3 бронзовые. В состав сборной команды России во всех возрастных группах по боксу у нас включены 17 спортсменов из Владимирской области. Всего спортсмены региона завоевали более 60 наград. На пресс-конференции вспомнили и о знаковом событии прошлого года. Матчевые встречи между боксерами России и США в Суздале. Итоговый счет встречи 4-3 в нашу пользу. Члена федерации поздравила исполняющая обязанности министра спорта Владимирской области Наталья Федорова. И вам есть по праву чем гордиться, потому что мы можем гордиться не только теми традициями, той историей, которая была раньше, но и тем, что с каждым годом все больше и больше поклонников этого вида спорта в нашем регионе появляется. Да, сейчас у нас в регионе порядка 10 тысяч занимающихся боксом, но мы смело можем умножать на 10 количество поклонников этого вида спорта. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. А если у вас есть интересные информации, звоните в редакцию по телефону 32 62 33. Через несколько минут наш эфир продолжит программы «Здесь и сейчас». А я с вами прощаюсь. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok